здравствуйте друзья с вами win condition и команды toxic китерпиур в лице меня сергей некстрим орлов сегодня я вам расскажу о новых карточках для командира которые издали в новом сете трон и дрейна поговорим собственно о них я не просто так сегодня пришел к ним конечно у меня для вас замечательная новость 9 ноября состоится 7 московский open по мультиплеерному командиру все как обычно уже отработанная схема турнир 500 рублей приходим играем в команде минимум пять раундов получаем призы с распределением на топ-8 рубимся за звание самого крутого игрока россии приезжайте мы вас ждем если вам нужны карты ссылочка по поиску карта комментариях также весь анонс все полные правила весь регламент турнира также посылочки в комментариях прошлый раз нас собралось больше 40 человек в этот раз ждем всех остальных нужно побить рекорд 50 чтобы нас было больше чем на модерне 9 ноября мультиплеер команды 7 московский опыт как для игроков командира нас конечно в первую очередь интересуют легендарные существа которые появились в данном сете и которые могут стать очень крутыми командирами и конечно у нас в главном фокусе это кенрид кенрид это просто сумасшедший пятицветный парень который умеет абсолютно все он раздает существам хосту и пробивной удар он кладет каунтеры на существ он тянет карточки он реанимирует существ он генерит жизни не только вам но и вашим друзьям это абсолютно чумовой генерал который может стать как компетив с бесконечной маной а так и играть в огромном количестве кежоу колод потому что он адресует своими способностями большое количество крутых разных стратегий токены мужики которые ходят в атаку дроу мк также у нас появилась забавная синенькая девушка это эмри тающая в озере это легендарное существо мир мирфолк чародей это не только потенциал построить любимую трайбу колоду на мирфолках наверное есть опции получше но и это в первую очередь комбо образующий генерал который возглавит прекрасную моноблю колоду на маленьких артефактах за 1 и за 0 маны дешевляющих эти артефакты и которая сможет послужить вам отличным двиглом для быстрой победы прямо из командирской зоны еще одно прекрасное существо это аяра первая в лог твейне черная моноблэк кос ббб и она во первых имеет тип существа аристократ и это сразу подталкивает на мысли об архетипе аристократы и у нее соответствующая способность во первых она за поворот жертвы другое существо и тянет нам карточку что уже неплохо то есть это карта двантаж командирской зоне потенциальный а во вторую очередь она делает эффект благо артиста то есть переливает жизни и это позволяет ее развивать как в сторону вылью то есть способность инкрементарно в ходе матча переливать жизни наших оппонентов к вам вот так и закрутить ее в комбо которая позволит вам выиграть игру немедленно также достойные упоминания это сэр конрад в принципе тоже достаточно интересный сильный эффект во-первых это алклет для бесконечной маны он может смирить ваших оппонентов если у вас бесконечно черная а в черном выйти на бесконечный ман достаточно легко и также у него достаточно полезная обилка что когда при миле существа попадают в кладбище он наносит урон оппонентам что позволит их тут же медленно убить зеленые нас порадовали наличием нового зверька это легендарное существо зверь у него просто гигантское количество текста он очень честный он ничего такого не делает но существо как минимум прикольное и на кухонных посиделках вполне возможно собрать такой звериный битдаун чтобы прямо ходить в атаку и разваливать лица следующая категория карт у нас это наверное будут кардадвантаж с эти не так и много интересных кардадвантажных карт которые появились тем не менее почему-то в зеленых и красных цветах традиционно это не те цвета которые генерят преимущество по картам и им соответственно добавили зеленым целых две опции это ok madversary который когда носит повреждение дровает карточку повреждение он достаточно легко сможет нанести и кипра фейллс который говорит что когда любое ваше существо наносит повреждение вы вытяните карту что правда должно быть не человеком но обычно монозеленые они эльфы и эльфы как бы не люди поэтому его триггернуть достаточно легко а также он котик мы все любим котиков третья интересная карта это кардадвантаж преимущество по картам в красном очень редкое явление когда красный получает такую нормальную карту позволяет им получить какое-то преимущество иметь дополнительные ресурсы и вот как раз robber of the rich это одна из них это возможность потянуть карты у вашего оппонента когда атакует рога и соответственно их разыграть вот такое некое преимущество по картам еще маленький стоит дешево и может блокировать летающих существ интересные карточки в плане ответов это такая достаточно скромная категория у нас всего четыре карты в новом сете которые можно классифицировать как ответы вот но тем не менее они достаточно сильные первое это зеленая чарка кендрис transformation она похожа на две других карты которые же изданы в магии делать примерно то же самое зачарованное существо превращается в маленькое бесполезное существо которое ничего не делает и эту карту очень полезно использовать против вражеских командиров крутых вражеских существ например там архейджио лавацины или шнорн или что такое или также например убирать просто стаксписовые существа которые мешают вам своими обилками например и довольно риторики такой картой скорее всего будут пользоваться мы на зеленые потому что традиционно в зеленом не так много ремуал и не так много ответов на вражеских существ а это еще одна которая собственно помогая всего это убрать со стола наглый воришка это существо с новой механикой adventure это возможность поэкзайлить эту карточку из своей руки за ее стоимость приключения карточка остается в экзайле вы баунсите перманент и соответственно потом можете наглую воришку разыграть из экзайла если вы играли adventure здесь ценно даже не то что можно ее разыграть из экзайла конечно здорово но это еще один баунс за два в синем то есть таких много это циклонник это трус это с кикером заклинание то есть еще одна карта которая имеет такой эффект синим синий любит такой эффект потому что он позволяет отвечать на всякие неприятные вещи у ваших оппонентов утопить в озере новая контра отменяет целевое заклинание с конвертируемого на стоимостью карта кладбище контролирующего игрока целом наверное не самая лучшая контра но у нее есть второй режим который возможно в вашей колоде будет лучше чем классический какой-нибудь контерспел вроде нигей уничтожает существо то есть это и контра и ремовал одновременно что очень полезно и в конце концов лейнзвокер который уже наворотил дело в модерне ему пророчат что наворотить дел в даже в легосе око похититель корон создает артефакты в командире очень много вещей взаимодействия которые синергируют с артефактами за плюс цвета у него православный он синий зеленый он стоит всего три маны он входит с четырьмя лоялти каунтерами все бьют него в плюсе все быстро не убьют и самое главное в плюс он может превратить артефакт или существо в бесполезного лося если не ошибаюсь в аппите зеленый в аппите становится 33 артефактов в командире просто огромное количество существ командире не меньше потому что у всех есть командиры которые существа поэтому превратить их что-то что не доставляет вам никаких проблем формате 40 хитами и в аппите не доставит вам проблем это очень крутая билка самая последняя билка за минус 5 это возможность обменяться контролем над перманентами и это здорово потому что вы можете хороший оппонента забрать себе ему дать бесполезного дорка очень сильный плейнсдокер рекомендую на него обратить внимание как на карту в слоте ответ небольшой парад наверное ответов продолжаем это подгоночка в стаксы стаксы у нас обычно все-таки белые самые лучшие стаксы в командире они играют в первую очередь белым и неудивительно что в белом появились новые такие карты первое это эффект rule of law ну такой маленький но зато он стоит всего одну белую ману это значит он можно уверенно стоять на первый ход если он не стартовый отличная карта теперь у нас есть идауна в риторике у нас есть rule of law у нас есть аэзерсворт канонист и теперь у нас есть deafening silence больше таких эффектов это классно потому что это самый главный эффект из такси дальше у нас есть хажебрингер по-русски я даже не выговорил как и домоуправительница действительно это существо фея которая в отличие от многочисленных аналогов которые были для нее она запрещает триггеры не только существ которые входят в игру но и существ которые выходят из игры и это уникальный крутой эффект который действительно может разломать пару комбообразующих стратегий вашему оппоненту ей только конечно флеша не хватает но зато она летает и допустим под той же тинной она может прилисти вам дополнительные карточки репринт полезной карточки волшебная подзорная труба играет в утерном форматах в командире она играет редко но тем не менее полезный репринт почему бы не обратить внимание скрываем бустерки достаем репринт и продаем легасе как игроки командира мы любим монокамни монокамней у нас к сожалению двух мановых завезли только в бравле и про бравл мы поговорим потом сейчас карты бравл не обсуждаем там конечно же крутой монокамень появился но именно в самом троне у нас три трехмановых новых монокамня с дополнительными обилками они в принципе прикольные они неплохие ну еще скажем так дополнительные опции в трехмановые монокамни для бюджетных калу если вы собираете бюджетные дыха вы можете начать как раз дальше у нас идет замечательный цикл земель это земли которые имеют базовый тип их 5 все они соответственно каждого цвета по одному плюс у нас есть рарная фичка которая ищет базик в игру повернутый из всех всего цикла этих земель стоит обратить внимание на синюю потому что синяя это очень сильный эффект это возможность повысить рекурсивность вашей колоды то есть возможность то что вы уже отыграли отыграть еще раз классный эффект замечательный наверняка он заиграет и в компеттив колодах и в обычных почему потому что позволяет вам землю превратить в ресурсы ресурсы это здорово потому что вы начинаете давить на ваших оппонентов и у нее есть базовый тип земли то есть ее можно искать в фичном доме сказочный проход как раз одна из таких фичек сейчас и в формате 11 которые ищут не тапанные земли в игру с базовым типом это ищет базовую повернутую не такой сильный эффект как та же недавно изданная vista но тем не менее хорошие подспорья для бюджетного дыха еще одна фичка которая позволит вам оптимизировать вашу монобазу по цветам завершая парад наших интересных новых изданных карт хочется поговорить просто прикольных картах которые лично мне понравились и которые могут стать сильными картами некоторых колодах ну во первых это еще одни тапочки которые equipment дающие ускорение вашим существам автоинклюд в кренка за 2 маны классическая схема lightning грифс есть такие же вторые теперь третье повторение эффектов функциональные репринты всегда радуют потому что повышает ассистентность колод издали большущий красный ритуал такие ритуалы пока наверно таких даже еще не было превратить 4 маны в 7 это замечательно если тут ограничение что можно после этого только одно заклинание произнести поэтому больше всего наверное на это посмотрят колоды которые хотят получить много маны и покастить например своего генерала который тут же произведет сумасшедший взрывной эффект рюрик тар или года который на месте выигрывает или дар эти который там сразу делу наворотит классная штука котел вечности я на нее смотрю мне хочется сразу положить в б ниндии командованием юрика огромный монокост который удешевляется когда мы хотим его покастить имеет полезный эффект в реанимация возвращает мужиков с кладбища в игру есть подобные артефакты уже в магии это випов и рибос был имел похожий эффект но тут именно прикол в монокосте поэтому юрика просят сразу издали черный артефактный тутор называется он в народе паратюньский тютер это значит что когда вы нашли себе нужную карту в руку вы перейдете под контроль оппоненты теперь его оппонент ищет нужной карту звук этим эффектом он он сильный то есть нате карту в углу любую это всегда здорово но нужно очень осторожно играть с этим эффектом чтобы ваши оппоненты не получили больше преимущества чем вы или нужно эту карточку как-то покрутить чтобы все жетоны с нее созидали именно вы и нашли все три карта с неё сами карта черная к сожалению обычно такие эффекты на артефактах поэтому только содержанием черным еще один тьютор он возможно даже станет вполне бюджетом последняя карта из нового сета который хочется поговорить это прекрасная кошечка маленькая черная кошка красивый арт красивая файловая версия и очень сильный эффект это на входе в игру перелить жизни много комбообразующих карт которые имеют возможность крутить существ кладбище бесконечно и вот такая вот девочка она вполне может выиграть игру как часть некой комбы если вы используете синергию с новой механикой еда то есть положить токи на еда она выскакивает даже сама к сожалению наверное на командир колоду на еде вы не наберете карт в теку только в текущем сете возможно и в будущем немножко поиздают но с едой она сама по себе выскакивает поэтому рекомендую обратить внимание как минимум как красивый декипер если или в трайбл котов ну или как комбинейбер друзья целом наверное сет имеет не такое количество карт для командира есть несколько действительно сильных опций новую колоду таки анресе я обязательно буду собирать такой сильный эффект хотелось бы сказать что его издают редко но последнее время визарды нас очень сильно балуют пятицветными крутыми командирами и каждый раз когда я смотрю голос марафон теперь кенрис то есть прям вот наваливают 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 первая щепка на ней просто стал компетив футчейн собираться достаточно крутой визарды нас балует игроков командир мы с радостью смотрим на этих крутых легендарных существ и другие карты в новых сетах и действительно радуемся что мы получаем больше опций для того чтобы строить крутые командир колоды и да друзья приходите к нам на open собирайте колоды из новых карт собирайте кенриса собирайте женщину синюю и не бойтесь что все вот эти флеш-халки будут ваш нещадно наказывать их не так много в москве всего четыре а нас будет 50 мы их утопим где-нибудь там в канаве и сами вырвемся в топ без них ждем вас гости спасибо друзья ставьте лайки подписывайтесь если вам интересно еще смотреть на обзоры других сетов с точки зрения игроков и дыха